Время Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Сегодня вы увидите так называемую мессу Новус Орда или мессу Павла VI. Ее чин сформировался после Второго Ватиканского Собора во второй половине XX века. Особенности этой мессы состоят в том, что во-первых, в нее добавлены многие древние литургические элементы времен неразделенной церкви Христовой первого тысячелетия. Во-вторых, она служится на живом языке, то есть в нашем случае на современном русском языке. В-третьих, хотя это не обязательно, она служится в основном версус популем, то есть лицом к народу. Служить святую мессу принято как можно торжественнее и сложнее, и это связано с двумя факторами. Ну, во-первых, еще с древних времен, еще во времена Ветхого Завета, богослужение было величественным и сложным. Потому что служение земной скинии устроено по образцу скинии небесной. Пышная одежда священников, обилие литургических предметов имеет свой особый смысл. Все это является слабым отражением небесного богослужения. На небесах все очень красиво и торжественно. Часто, кстати, спрашивают, а есть ли в Библии указания на то, чтобы Христос одевался как-то по-особенному, ну вот как священники? Конечно, есть. Откровение 1 глава 12-13 стихи. «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и обратившись, увидел семь золотых светильников, и посреди семи светильников подобного сыну человеческому, облеченного в падир и по персям опоясанного золотым поясом». То есть в торжественную прекрасную одежду первосвященника, Дед Христос. И дальше мы читаем. «И тотчас я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий, и сей сидящий видом был подобен камню Яспису и Сардису, и радуга вокруг престола видом подобная Смарагду. И вокруг престола 24 престола, а на престолах видел я сидевших 24 старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы. «И от престола исходили молнии и громы и гласы, и семь светильников огненных горели пред престолом, которые суть семь духов божьих, и перед престолом море стеклянное подобное кристаллу». Ну разве это не красота? Поэтому земное богослужение надлежит делать как можно более красивым и торжественным, подражая небесам, насколько это возможно. Ну а во-вторых, любовь всегда стремится к сложности, щедрости и даже к некоторой избыточности. Трудно представить себе по-настоящему любящую жену, которая скажет любимому мужу, «У нас сегодня праздник, годовщина, и я хочу, чтобы наш романтический ужин мы сделали как можно проще. Вот, пожалуйста, черствый позавчерашний хлеб, вот вода из-под крана, давай попроще отпразднуем». Да ну конечно нет. Любящая жена по праздничному поводу приготовит такой ужин, что муж только восхитится и ахнет. Или вряд ли любящий муж позовет жену на день ее рождения не в дорогой ресторан, ну а в какую-нибудь привокзальную забегаловку, где холодный кофе с прокисшим молоком, все пахнет хлоркой, где какой-то позеленевший месячной давности беляш или бутерброд с заветрившимися рыбными консервами. Нет, конечно. Любовь стремится к избыточности, к широте. Любовь снимет с себя последнюю рубашку, продаст и сделает праздник для любимого. Поэтому торжественность мессы – это проповедь и нашей любви к Богу, и самое главное – это проповедь о широте и преизобильности его любви к нам. У каждой литургии есть две кульминации – проповедь Слова Божьего и Евхаристия. Бог обращается к нам со словом любви и дает приобщиться к его голговской жертве, вкусить тело и крови жертвенного агнца, Божьего, закланного прежде создания мира. Греческое слово «литургия» означает «общее дело», поэтому на каждой мессе присутствует и священник, и народ. Как минимум один священник и как минимум один человек. Впрочем, допускается, что священник служит мессу и совсем без видимого народа. Потому что даже если народу пришло на мессу мало – не беда. Месса – это христоцентричное богослужение в центре Христос. Пришли люди, не пришли люди – это их дело. Если кто-то пренебрег величайшей честью и не пришел на званный царский ужин – это его проблема. Но Христос здесь всегда. И самое главное, что вместе со Христом и во Христе здесь присутствует вся Вселенская Церковь. Все святые всех времен и народов во Христе присутствуют на каждой мессе. Как о новозаветном богослужении сказано в Писании. «Вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, и к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судей всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатую нового завета Иисусу, и к крови крапления, говорящие лучше, нежели Авелева». Месса – это выход из пространства и времени. Выход в вечность. У нашего прихода святого Михаила Архангела пока нет своего храма в Москве, поэтому в подвале жилого дома мы оборудовали ораторий святого Михаила Архангела. Ораторий – это такое освещенное помещение, комната или иногда даже закуток в комнате, которая предназначена для молитв и совместного поклонения Богу. От храма отличается тем, что оратория – это не отдельно стоящее здание, а именно комната или закуток, но именно посвященное Богу. У нас офисное помещение, но мы выделили кусочек этого помещения под поклонение Богу. Знакомство со святой Мессой, конечно, должно начаться с знакомства с храмовым пространством. Ну, во-первых, храмом Божьим является весь сотворенный им мир. Ведь Бог создал мир для того, чтобы его творение общалось с Творцом. Весь мир – место, созданное им, указывающее на его мудрость, совершенство, место, где мы с ним встречаемся, учимся его познавать, учимся общаться с ним, учимся от него. Творение отвечает Создателю любовью, участвует в неповторимой литургии, в общем деле прославление и благодарение. Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних, хвалите Его все ангелы Его, хвалите Его все воинства Его, хвалите Его солнце и луна, хвалите Его все звезды света, хвалите Его небеса, небес и воды, которые превыше небес. Да хвалят имя Господа, ибо Он повелел, и они сотворились. Далекуют дерева дубравные, да птицы, звери, все дышащие, да хвалят Господа. На разные лады восклицают псалмопевцы. Так вот, храм это своего рода модель мира в миниатюре. Смотрите, какая рифма. Мир, сотворенный Богу, это храм Его. А храм это модель мира. Это пространство, в котором творение встречается с Творцом, прославляет и хвалит Его. Но храм это не только образ мирового пространства. Храм это образ истории. Идя по храму, мы повторяем тот путь, которым Бог ведет человека к единению с собой. И пространство храма становится метафорой священной истории, истории спасения. Как всегда, все начинается с дверей. Двери – граница, место перехода от профанного мирского пространства к пространству сакральному. На первый взгляд, дверь – простая вещь, но напоминает о том, что Христос говорил. Я есть дверь овцам. Я есть дверь, кто войдет, мною тот спасется, и войдет, и выйдет, и пожить найдет. Вот оно, начало жизни, сам Иисус. Мы входим в его жизнь через таинство крещения, оставляем за спиной ветхого человека, облекаемся в нового. Переходим от смерти в жизнь, становимся мертвыми для греха и живыми для Бога во Христе Иисусе, Господе нашим. Церковные двери символизируют вот этот переход из мира греха и смерти в мир святости, Божьего присутствия. Но они символизируют не только начало и конец нашего земного странствия. Когда-то мы выйдем через дверь смерти и встретимся с Господом лицом к лицу. Поэтому входящий в храм как бы одновременно и умирает для мира. И в средневековых церквах на темпане над главным входом помещалось изображение Иисуса Судьи, страшного суда. К дверям храма часто ведет и лестница, напоминающая нам о лестнице праотца Иакова, который увидел ее во сне. И ангелы небесные восходили и не сходили по ней. Так и народ Божий восходит по лестнице в храм вместо Божьего присутствия, особого Божьего присутствия. Открытая дверь храма и пространство за ней – это еще и символ открывающегося сердца, становящегося местом обитания Бога. Но вот люди вошли в храм. Впереди находится сердце храма – алтарь. На алтаре совершается главное таинство – Евхаристия. Когда по молитве священника хлеб и вино присуществляются в тело и кровь Христа. Алтарь покрыт белыми пеленами – знак погребальных тканей, которыми было обернуто тело Христа. В центре алтаря стоит распятие, напоминая, что мы проповедуем Христа распятого. На алтаре горят свечи в память о светильниках, которые присутствовали в Сионской горнице. И на каждом богослужении смотри Деяния, 20 глава, 8 стих. На алтаре стоит огромная книга, она называется «Миссал», в ней записан чин богослужения. На алтаре стоят священные сосуды для Евхаристии. Войдя в храм, каждый христианин должен обратиться лицом к алтарю, осенить себя крестным знаменем и совершить поклон в знак почтения перед крестным подвигом Христа. Но вот время начаться «Мисси». В 67-м псалме сказано «Видели шествие Твое Божие, шествие Бога моего, царя моего во святыне». Месса начинается с входной процессии священников. Звучит колокол, призывающий народ к молитве. Начинается пение, которое помогает нам пережить, что мы – единое тело, мы говорим едиными устами. Процессия выходит как бы из среды народа Божьего, проходит по центральному проходу, обычно в большом храме. Ну, у нас сразу из дверей подходит к алтарю, но все равно проходя как бы через народ. В фигуре пресвитера таким образом сочетается, с одной стороны, царственное священство всех верующих и особое священство, священство служебное, плод, таинство, прокоположение. Впереди процессии всегда несут крест. Это означает первенство распятого в совершении нашей молитвы и наше намерение следовать за распятым Господом, следовать к нему через его крест. Но также процессионный крест – это еще и знамя, символ победы Христа, поднятая над христианской общиной. Если в храме много священнослужителей, то в процессии несут также свечи. Они напоминают о том, как Господь в столпе огненном шел перед Израилем по пустыне, а также символизируют новый огненный столб – свет Христов, восходящее светило. Если есть столб огненный, то должен быть и столб облачный. И, конечно, поэтому в процессии несут и кадила. И вот эти клубы курящегося фимиама, ароматный дым напоминает нам о благоухании Христовом. Также торжественно выносят Евангелие, потому что Христос приходит к нам в своем слове, ну и замыкает процессию целебрант – священник или епископ, предстоящий в этот день на литургии. Ну, если служителей мало, как у нас, то несут только крест, а если служитель один, то и вовсе ничего не выносят, а просто служитель выходит сам. Цвет облачений священников имеет особое значение и меняется в зависимости от литургического времени года. Белый цвет традиционно – цвет чистоты, невинности, радости, триумфа. В белых одеяниях мы служим в самые радостные праздники. Красный цвет – цвет крови. С древних времен церковь почитала мучеников. В дни поминовения также страстей Христовых, в дни памяти мучеников священники облачаются в красные одежды. Фиолетовый цвет означает покаяние. Фиолетовое одеяние мы носим во время постов рождественского и великого. Зеленый – цвет жизни и надежды. Его используют в рядовое время. Вот сейчас вы видите мессу рядового времени, поэтому священники облачены в одеяние зеленого цвета. Встав напротив алтаря, священники совершают поклон, если на алтаре нет преждеосвященных даров. Если же в храме за алтарем есть табернакл или дарохранительница, где хранятся уже ставшие телом и кровью Господа святые дары, то священники совершают коленом реклонения. У нас нет табернакла, поэтому священники трижды совершают поклон и процессия идет к алтарю. Участвующие в процессе миряния приветствуют алтарь глубоким поклоном, священники приветствуют алтарь поцелуя, целуя погребальные пелены Христа, как апостолы Петр и Иоанн, увидевшие пустую гробницу воскресшего Господа. Почитая алтарь, мы вспоминаем, что Иисус завершил древние жертвоприношения, принеся себя в жертву на кресте, предстал и священникам, и жертвенникам, и агнцам, и воскрес из мертвых. Затем священник подносит епископу Кадила и просит благословить. Если нет епископа, то это делает диакон, а Кадит священник. Но иногда Кадила может поднести имени Странт Акалит, то есть экстраординарный служитель, мирянин, который особым образом посвящен Богу. Совершается кождение алтаря священных изображений и людей. Дым Фимиама символизирует молитвы святых, возносящиеся из церкви. А Кадила всегда делается в виде храма, купол которого венчает крест. Но курящийся ладан не только символ молитвы. Он напоминает нам, что Иисус – истинный Бог, победивший смерть. Дым Кадила говорит, что смерть не замаскирована, не скрыта от наших глаз эфемерной дымовой завесой, но воистину побеждена. Кадила – символ победы и воскресения. Когда мерзкие запахи удаляются и повсюду в мире разливается приятнейший аромат Христовой победы. Ну и, наконец, благоухание ладана – это духи церкви, невесты Христовой, идущие к жениху Иисусу. Нарт и шафран, аир и корица со всякими благовонными деревами. Мира и алой со всякими лучшими ароматами. Вот какие духи используют возлюбленные в песне-песне. Когда заканчивается входное песнопение, священник и верный осеняют себя крестным знаменем. Целебрант разглашает, что совершаем мы это во имя Отца и Сына и Святого Духа. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Крестное знамение и во имя Отца и Сына и Святого Духа – это самое краткое исповедание веры и самое древнее, видимое и слышимое всеми окружающими. На слова священника народ отвечает «Аминь». Затем священник, наконец, официально приветствует собрание верных. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да будет со всеми вами. И со Духом Твоим. Эти слова не только приветствия, этой формулой священник ознаменовывает реальность, которая осуществилась в момент собрания верных в храме. Господь, Святая Троица, действительно присутствует среди вас. А ответная формула «И со Духом Твоим» – это не просто вежливая реплика или отзыв на пароль. Строго говоря, она не относится к Духу священника. Этими словами община верных провозглашает, что служитель – человек, который принял Духа Святого через рукоположение для совершения Таинства Евхаристии. И вот тот Дух, который присутствует на тебе, вот он приносит мир. И со Духом Твоим. То есть мы все вместе с тем самым Духом объединены, который почаёт на тебе. А Духе Святом свидетельствует и Митра, епископа, напоминающий о языках пламени, сошедших на апостолов в день Пятидесятницы. Итак, через священника сам Бог приветствует церковь, раскрывая объятия любви и благословляя. Постарал – посох в руках епископа, знак его пастырской заботы о церкви. Ну, ведь служитель церкви – это сапастырь Христа. О пастырской заботе также свидетельствует палий. Такая накидка в виде ленты с крестами, которую имеют право носить только митрополиты и Папа Римский. Это символ той потерянной овцы, которую добрый пастырь, найдя, берёт на плечи свои и несёт к прочим овцам. В русскоязычном дискурсе палий принято называть амафором – знак пастырской заботы Божьей пастве. Однако, размышляя о любви Божьей, мы понимаем, что все мы много согрешаем, ничто нечистое не войдёт в Царство Небесное. Но также, если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам все грехи и очистит нас от всякой неправды. Поэтому каждая месса начинается с обрядов покаяния. Это не замена таинству исповеди, это испытание своей совести, это просьба о прощении грехов. Исповедую перед Богом Всемогущим и перед вами, братья и сёстры, что я много согрешил мыслью, словом, делом и неисполнением долга. Моя вина, моя вина, моя великая вина. Поэтому прошу блаженную Преснодеву Марию, всех ангелов и святых, и вас, братья и сёстры, молиться обо мне, Господу Богу нашему. Все исповедуют грехи свои перед Богом Всемогущим и перед вами, братья и сёстры. Как и сказано, признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Произнесение слов покаяния связано с имитацией судилища. В роли судьи епископ, знаменующий Христа, ну или целебрант, или священник, тот, кто ведёт мессу. В роли свидетелей, братья и сёстры, в центре судилища стол, алтарь, и на нём тело, которому мы грехами своим нанесли увечья. Христос законный за нас. И обряды покаяния не дают нам забыть, что суд Божий уже совершился, грех осуждён и побеждён, а человек спасён и оправдан благодаря жертве Христа. Исповедав согрешение, мы просим Блаженную Преснодеву Марию всех ангелов и святых и вас, братья и сёстры, молиться Господу Богу нашему. И вот этими словами мы выражаем веру в то, что через Христа, который невидимо присутствует среди нас, также тут невидимо присутствует вся церковь. Как мы уже говорили, как в Писании сказано, здесь торжествующий собор церковь первенцев, написанных на небесах. Здесь судья всех Бог, здесь духи праведников, достигшие совершенства, здесь ходатай Нового Завета Иисус, и здесь кровь вкрапления, не символ крови, а кровь вкрапления, говорящая лучше, нежели Авелева. В праздничных местах ещё используется асперсия, окропление народа Божьего святой водой в память о Таинстве Крещения. После покаянных обрядов священник произносит молитву прошения. Да помилует нас всемогущий Бог, и простив нам грехи наши, приведёт нас к жизни вечной. Аминь. Ну и завершает обряды покаяния восклицание, по латыни аккламация, кирия и лейсом. Господи помилуй. Субтитры создавал DimaTorzok Потом традиционно вся церковь поёт гимн «Слава Вышних Богу». Это очень древняя традиция, пожалуй, это один из самых древних гимнов, которые обязательно пела церковь на каждом богослужении. В память о том радостном ангельском хоре, звучавшем над Вифлеемскими полями в день Рождества Господа. Мы поём его на традиционную западную мелодию XIII века, и не поётся только во время предрождественского поста и во время Великого поста. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Итак, мы допели гимн, после этого произносится молитва дня, вступительная молитва или коллекта. Месса вообще состоит из неизменяемых. Вступительная молитва относится к проприю, она каждый день новая. Коллекта всегда обращена к Богу Отцу, возносится через Бога Сына, в Боге Святом Духе. Начинается с воззвания анаклезы к Отцу. Ну, далее следует прошение всей общины, прошение о святости в основном. Потом следует исповедание того, кто делает возможной нашу молитву, кто является истинным священником, совершающим литургию. Не столько Целебрант, сколько сам Христос. Через Христа Господа нашего. Через Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, Который с Тобою живет и царствует в единстве Святого Духа, Бог во веки веков. Аминь. Слова коллекты Целебрант произносит, простирая руки. В этом жесте, делающем человека открытым и беззащитным, община узнает другого священника, распростершего свои руки на кресте. И так как все совершенные жесты и произнесенные слова воистину выражают нашу веру, наше стремление к Богу, церковь говорит аминь в конце каждой молитвы. Заканчиваются начальные обряды. В нашем приходе мы еще благословляем детей и подростков, которые еще не прошли конфирмацию. Дети и подростки отправляются на занятия в воскресную школу, а мы переходим к литургии слова, первой вершине и кульминации святой мессы. Литургия слова включает в себя библейские чтения одно или два, ответный псалом респонсорий, аккламацию, стих перед Евангелием, собственно чтение из Евангелия, проповедь, исповедание веры и всеобщую молитву или молитву. То есть во время чтений сам Бог беседует со своим народом, открывает ему тайну искупления и спасения, предлагает ему духовную пищу. Христос посредством слова присутствует среди верных. Народ усваивает это слово песнопениями, присоединяется исповеданием веры. Ну а потом подкрепленные духовной пищей проповеди, верные во всеобщей молитве высказывают прошение о нуждах всей церкви и о спасении всего мира. В литургии слова Христос также готовит нас к Евхаристии. Слово Божие воплощается в Евхаристии. Слово стало плотью. Сначала идут чтения из Ветхого Завета, провозглашающие обетование Божье. Потом идет псалом, после каждого четверостищая церковь поет или произносит антифон, молитвенный возглас, едиными устами участвуя в чтении Слова Божьего. Потом идет чтение из апостола, из послания апостолов. Чтец, по латыни лектор, он читает чтение самбона, такая трибунка, в стороне от алтаря, иногда называется аналой. Как правило, чтецом бывает либо один из министрантов, либо любой верующий, крещеный, христианин, мужчина или женщина, это не важно. Читать Слово Божье вслух можно всем. А вот проповедовать, объяснять Слово Божье можно только посвященным на это служение мужчинам. Предполагается, что чтец должен обладать навыком хорошего чтения, громкого, внятного. Он должен читать громко и осознанно, а также recto tono по латыни, то есть ровным голосом. Не нужно пытаться сделать из библейского фрагмента чтение с выражением театра одного актера. Ну и вершина всего чтение Евангелия. Каждый год на воскресных богослужениях рядового времени прочитывается по одному из синаптических Евангелий. На Матфея, Марка и Луки. А Евангелие от Иоанна читается каждый год в определенные периоды времени. Чтение Евангелия – это вершина литургии Слова. Господь при возгласах народа приходит в мир Словом. Поется Аллилуарий, Аллилуя, кроме дней Великого Поста. Совершается окождение Евангелия, символ горячих молитв человечества, о том, чтобы Слово Христа пришло в мир и осветило нас. Торжественно выносится светильник перед народом. Он символизирует свет Христов, пришедший во тьму этого мира. Епископ выносит Евангелие, высоко подняв его над головой, знаменуя, что Слово Божие превыше всякого ума. Перед чтением Евангелия священник и народ совершают малое крестное знамение, большим пальцем правой руки, рисуя крест на лбу, устах и на груди, возле сердца. В знак того, что Слово Божие освящает наш разум, нашу речь и наше сердце. А также готовность принимать Слово разумом, исповедовать устами и веровать сердцем. Священник читает слова Евангелия внятно, народ слушает Евангелие стоя. После чтения Евангелия народ садится и начинается проповедь. Проповедь может читаться по чину лекцио селекта, то есть каждое воскресенье объясняется именно тот текст из Евангелия, который был только что прочитан. Но мы предпочитаем проповедовать по чину лекцио континуа, то есть непрерывное чтение. Когда проповеди идут как бы циклом. Берется книга священного писания и объясняется последовательно, абзац за абзацом. То есть каждое воскресенье отрывок священного писания для проповеди начинается с того места, где закончился предыдущий отрывок. Ну, так делали многие великие отцы церкви, в частности, святой Иоанн Златоуст. Он практиковал лекцио континуа, проповедуя по порядку, по книгам Библии. Проповедь это важнейший инструмент Божьего воздействия на людей. 1 Коринфянам 1.21. Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божьей, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Римлянам 10.17. Итак, вера от слышания, а слышание от слова Божьего. Поэтому к проповеди нужно тщательно готовиться. Ну, во-первых, чтобы верно истолковать слово Божие, не допустив никакого искажения Божьей вести. Во-вторых, чтобы интересно и понятно донести до современных людей вечные истины Писания. Проповедь может длиться от 10 до 50 минут в зависимости от сложности библейского текста. Ну, а после проповеди все встают и читают символ веры. Верую во единого Бога, Отца Всемогущего, Творца неба и земли, виденого всего и невидимого, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия Единородного, от Отца, рожденного прежде всех веков, Бога от Бога, Света от Света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного несотворенного, единосущного Отцу, через Которого все сутворено, ради нас, людей, и ради нашего спасения, сошедшего с небес, и воплотившегося от Духа Святого, и Марией Девы, и старшего человека, распятого за нас, пригорьте и пилоте, страдавшего и погребенного, воскресшего в третий день вописания, вошедшего в небеса, и сидящего от Иисуса Христа, от Отца, вновь грядущего со славой и свидетельщика Христа, и царству Ему не будет конца, и их Духа Святого, Господа Животворящего, от Отца Исходящего, которому вместе с Отцом и Сыном годовая плодение и слава, который вещал через пророков, и во единую святую вселенскую и апостольскую церковь, исповедуя единое крещение в отпущении грехов, ожидая воскресения, и вернусь при жизни и будущего века. Аминь. В Ветхом Завете было заповедано постоянно повторять то, во что мы верим. И в Новом Завете говорится о том, что мы не только сердцем должны веровать, но и устами исповедовать Иисуса Господа, причем едиными устами. Символ веры – это кратко сформулированные отцами церкви, догматы христианства. В это мы верим. За эти верования мы можем отдать свои жизни. Ну и когда нас спрашивают, а во что вы верите? Как рассказать человеку далекому от Бога о сущности христианской веры? Символ веры поможет. Поэтому каждый христианин должен знать некий оцареградский символ веры наизусть, чтобы благовествовать людям далеким от Бога и церкви. Далее следует молитва верных. Это изменяемая часть мессы. Каждый день молимся по-новому, но структура этой молитвы остается неизменной. Молитва верных состоит из введения, читаемого священником. Потом серия молитвенных прошений, которые может произносить диакон, чтец или министрант, или сам священник, на который народ отвечает молитвенными возглашениями. Ну и в конце священник молится снова о записках, поданных за здравие и об упокоении, о нуждах. В общем, в молитве верных мы молимся о всем том, о чем нам заповедано молиться. О властях и всех начальствующих, о других церквах, о служителях, о народе Божьем и так далее. Поэтому апостол Павел не врет, когда говорит, что я каждый день молюсь о вас. Потому что в апостольских церквах, в исторических церквах, действительно каждый день молятся обо всем том, о чем заповедано молиться. После молитвы верных мы переходим к наивысшей точке литургии – Евхаристии. Многие люди жаждут чудес, ищут чудес, не замечая, что есть одно чудо, которое с нами на каждом богослужении. Это чудо божественной литургии, и это чудо Евхаристии, которое всегда одна и та же, единственная. Архимандрит Киприан Керн пишет, «Литургия вечна. Агнец заклан в недрах Святой Троицы. Он предназначен к закланию еще прежде создания мира, хотя и явился во времени, в последние времена. Евхаристия любви предвечно совершается в Триединстве Божьем, совершается во времени и нами, и будет совершаться во веки веков. Это жертва любви Отца распинающей, любви Сына распинаемой, любви Духа Святого, торжествующего силой и крестной. Не имеет границ во времени». Очень важно понимать, что в Святой Мессе чудо Евхаристии первично ничем не обусловлено. Оно не следствие литургического чина, а его причина. Из него вырастает весь чин литургии, как огромный лес вырастает из одного зернышка. Евхаристия – это единственное богослужение на страницах Священного Писания, которое мы видим, Христос совершил с апостолами. И это то, ради чего собиралась Первая Церковь. Метко сказано, Церковь – это люди, собранные и стены выстроенные вокруг Святого Причастия. Святое Причастие – это лекарство от смерти. Лекарство, которое нужно принимать регулярно по назначению нашего небесного врача. Сам Господь сказал, «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий. Хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру. Я есмь хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что идущий его не умрет. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира. Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить кровь его, то не будете иметь в себе жизни». Евхаристия начинается с афертория, приношения. Исторически аферторий связан с древней практикой церкви, когда прихожане приносили продукты на литургию, потому что после Евхаристии была вечеря Агапа, на которой все просто пировали, ели. Так вот, все приносили свои продукты, среди которых были хлеб и вино. И лучший хлеб и лучшее вино из принесенных верующими священники отделяли для совершения Евхаристии. Ну, а все остальное съедалось во время трапезы Агапы и раздавалось бедным. Так и сейчас. Миряне приносят к алтарю хлеб и вино. А целебрант принимает хлеб и вино, ставит на алтарь и благословляет прихожан. Также во время афертория собирают пожертвования, из которых складывается зарплата священников, средства на благотворительность и нужды церкви. И здесь есть глубокий смысл. Это как бы круговорот даров. Бог дал нам урожай, человеческий труд сделал из урожая пшеницы хлеб, из урожая винограда вино. От наших трудов, от заработанного, мы покупаем себе пищу, и часть заработанного приносим Богу в храм. Из благодарности. И вот он берет наши дары и превращает хлеб и вино в самый главный свой дар нам, в тело и кровь свои для нашего спасения. Во время афертория епископ или священник, иногда министрант Акалит, то есть мирянин, посвященный на служение Богу, раскладывает на алтаре корпорал. Это специальный платок, на котором совершается таинство Евхаристии. Название происходит от латинского корпус Христия, тела Христова. Корпорал – это платок, на котором будет покоиться тело Христова и кровь его. Служитель наливает в чашу вино, которое станет кровью Христовой, перекладывает в специальный сосуд циборий, и в потену коммуниканты, маленькие круглые хлебцы, обладки, которые станут частицами тела Христова, и кладет большую круглую хостю на потену. Он также подготавливает воду. Водой будет разбавляться вино, а после Евхаристии водой будет совершаться пурификация – очищение священных сосудов. После сбора пожертвований, телебрант благословляет их, отделяя эти деньги для Бога, то есть для церковных нужд, и поклоном благодарит народ Божий. И начинает благодарить Бога за принесенные дары, и за тот самый главный дар – тело и кровь Господа Иисуса Христа. Само слово «евхаристия» с греческого переводится как «благодарение». Благословен Ты, Господи, Божий Вселенный, ибо от щедрости Твоей мы получили хлеб, плод земли и трудов рук человеческих, которые приносим Тебе, и который станет для нас хлебом жизни. Через эту тайну воды и вина досаделимся мы причастниками божества того, кто благоволил стать человеком. Благословен Ты, Господи, Божий Вселенный, ибо от щедрости Твоей мы получили вино, плод лозы и трудов рук человеческих, которые приносим Тебе, и который станет для нас пятием духовным. Благословен Бог, поверь. Со смиренным духом и сокрушенным сердцем, да будем мы приняты Тобою, Господи, и да будет жертва наша пред Тобою, ныне благоугодно Тебе, Господи, Божий. Субтитры подогнал «Симон» Священник торжественно омывает руки, чтобы чистыми руками прикасаться к святым дарам, и также просит, чтобы Бог очистил его от грехов, чтобы достойно совершить таинство. Омой меня, Господи, от беззакония моего, и от греха моего очисти меня. В конце священник возглашает. Молитесь, братья и сестры, чтобы моя и ваша жертва была угодна Богу Отцу Всемогущему. На что народ отвечает, вставая. После этого священник совершает молитву над дарами, орацию супероблата. Она завершает обряд приготовления даров и обеспечивает переход к евхаристической молитве. «Господи, эта жертва достанет для Тебя приношением чистым, а для нас щедрым даром Твоего святого милосердия через Христа Господа нашего. Аминь». Молитва над дарами произносится целебрантом и относится к частному последованию, к проприю. То есть текст молитвы изменяется в течение года и зависит от периода литургического года и дня церковного календаря. Основу этой молитвы, как правило, составляет обращенная к Богу просьба принять предложенные дары. Снова поставим на паузу наше видео. Нужно объяснить, как именно служится самая главная часть мессы – Евхаристия. Эту часть называют евхаристической молитвой или анафорой, потому что тут происходит самое главное чудо – присуществление хлеба и вина в тело и кровь Господа. Апостол Павел писал 1 Коринфянам 10-16 «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова?» Поэтому молитвы и слова евхаристической анафоры призваны разъяснить верным всю важность и многогранность приобщения к реальному телу и крови Христа, к жертве Христовой. Как человеку, умирающему от голода и жажды, было бы преступно дать какие-то символы пищи и питья, так и нам, реально умирающим от грехов наших грешников, было бы преступно и глупо давать символы тела и крови. Здесь совершается по этой молитве самое главное чудо. В месте, которую вы увидите сегодня, общая структура ориентирована на так называемую антиохийскую анафору, поскольку апостол Пётр, установив эту традицию в антиохийской церкви, потом принёс её в Рим. В других церквах географически, например, в Константинополе, в Иерусалиме, в Александрии, были немножечко другие анафоры, и это всё очень интересно, это изучает специальный предмет литургика. Но главные элементы Евхаристии, евхаристической анафоры таковы. Префация, введение предисловия с предваряющим её диалогом. Санктус, возглашение свят, 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 произносимое всем народом вместе со священником. Эпиклезис, то есть призывание святого духа, чтобы его силой, возложенные на алтарь хлеб и вино, стали телом и кровью Христа. Повествование об установлении Христом Евхаристии, и освящение даров. Анамнезис, воспоминания Христа, прежде его спасительных страданий, славного воскресения и вознесения на небеса. Ходатайственные молитвы о живых и усопших, выражающие общение всей церкви земной и небесной. Ну и заключительное словословие. В чине мессы Павла VI у священника есть возможность выбрать один из четырёх евхаристических чинов. Каждый из этих канонов обладает как бы собственным характером. В том, что касается стиля, тематической направленности и акцентирования отдельных аспектов, празднуемых в Евхаристии божественных тайн. Давайте их кратко перечислим. Первая евхаристическая молитва также называется римским каноном. Долгое время она в римском обряде была единственной. Собственной префации она не имеет, и в зависимости от обстоятельств используется одна из почти ста предложенных в Мессале префаций. Текст римского канона можно назвать великой ходатайственной молитвой, базирующейся на теме жертвы и принесения даров. С этим связана одна из самых главных пастырских трудностей первой евхаристической молитвы. Она очень длинная. От народа требуется полное сосредоточение на том, чтобы все эти длинные молитвы, хоть и на родном языке, но к ним присоединиться. Это очень длинный празднично-велеречивый чин. Мы его используем только по большим праздникам. Вторая евхаристическая молитва восходит к тексту канона святого Ипполита Римского. И учитывая, что это произведение датируется 215-220 годом, эту евхаристическую молитву по праву считают самой древней. Она же самая короткая, поэтому ее любят использовать в церквах. Тематическая особенность второй евхаристической молитвы это акцент на том, что евхаристия, будучи вечерей Господней, в то же время является таинством Святого Духа и таинством единства тела Христова Церкви. Третья евхаристическая молитва. Она построена в строгом соответствии со структурой антиохийской анафоры, освещая более доступным и лаконичным языком присущую римскому канону тему евхаристии как жертвы. И характерная тематическая черта третьей евхаристической молитвы это экклезиальность. Бог собирает вокруг себя народ для священно действия, которое состоит в принесении жертвы хвалы, гимна благодарения, возносящихся из глубины сердец верных собранных воедино. Кроме этого присутствует опять же тема единства церкви. Четвертая евхаристическая молитва ориентирована на анафору Святого Василия Великого. Она имеет свою постоянную префацию, которая составляет с ней единое целое, и поэтому не может заменяться другими префациями. Тематически четвертая евхаристическая молитва характеризуется как анафора истории спасения. В ней с большей, чем в других канонах, подробностью прославляются спасительные дела Божьи, от сотворения мира, через заключение завета и его обновления навеки во Христе, до эскатологической надежды на спасение и восстановление всего творения. И молитвы там о всем мире, о проблемах и нуждах всех людей. В нашем сегодняшнем видео богослужении используется вторая евхаристическая молитва. Впрочем, различия между этими четырьмя анафорами касаются только слов, объяснений и тематических акцентов, а общая структура не изменяется. Итак, начинается все с префации, предисловием которой служит раздел «сурсум корда», буквально по латыни «вознесем сердца». Диалог – одна из самых древних частей христианской литургии, восходящая ко второму еще веку. Уж так точно задокументированных. Поэтому «сурсум корда» есть во всех евхаристических обрядах, во всех евхаристических канонах, западных, восточных, и звучит она так. «Господь с вами и со Духом твоим вознесем сердца, возносим кого, благодарим Господа Бога нашего, достойно и праведно». Дальше начинается, собственно, префация, вступление. Благодарность Богу за Его благодеяние и словословие Ему. «Воистину достойно и праведно, должно и спасительно нам всегда и везде благодарить Тебя, Господи, Отче Святой, всемогущий, вечный Божий, ибо Ты так милосердно возлюбил мир, что послал нам Искупителя, который по Твоей воле стал во всем, кроме греха, подобен нам, чтобы Ты мог возлюбить в нас все, что Ты возлюбил в Своем Сыне. И мы по своему непослушанию согрешившие и впавшие в Немилость через послушание Христа вновь обрели Твои дары». Префация, как правило, обращена к Богу Отцу. Префация каждый день новая в первых трех евхаристических молитвах и только в четвертой она неизменна. В конце, как правило, следует упоминание об ангельских воинствах, словословящих Бога, и это позволяет плавно перейти к гимну Санктус, первой строкой которого служит песня Серафимов из книги Исаии. «Поэтому и мы, Господи, со всеми ангелами и святыми Тебя исповедуем. В радости взываю». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok «Санктус». «Свят, свят, свят». Песнь, прославляющая Святую Троицу. Это величественное видение было открыто пророку Исаии. Этой молитвой в этот момент церковь прорывает ткань времени и пространства и оказывается вне всех времен, входя в вечность, присоединяется к небесному хору Серафимов, в этот момент поющих эту песнь великому Всевышнему Богу. Мы присоединяемся к пению Серафимов. После этого священник произносит «эпиклезис». По-гречески это значит призывание. Суть «эпиклезы» или «эпиклезиса» заключается в молитве Богу о приложении хлеба и вина в тело и кровь Христову. Призывается схождение Святого Духа на хлеб и вино. «Воистину святый Господи источник всякой святости, поэтому просим Тебя осветить эти дары излиянием Духа Твоего, чтобы они стали для нас телом и кровью Господа нашего Иисуса Христа». Есть и восходящие эпиклезы, когда молитва возносит как бы святые дары к Богу Отцу или Святой Троице. В современной мессе содержатся элементы и нисходящие эпиклезы, и восходящие эпиклезы. Так или иначе, по молитве священника и народа Божьего, Дух Святой, как он и обещал, сходит на хлеб и вино, и начинается вневременное таинство, приложение их в тело и кровь. Поэтому на этих словах верные становятся на колени. И это таинство присуществления сопровождается тайноустановительными словами. Произносятся слова, сказанные Иисусом Христом при установлении таинства. Евхаристия происходит благодаря действенности слова Христова и действию Святого Духа. Тайноустановительные слова составляют сердце анамнезиса. Анамнезис по-гречески напоминание о деле спасения. Христос заповедал «Сие творите в мое воспоминание». Но в библейском значении слово «воспоминание» означает не просто воспоминание о событиях прошлого. В литургическом праздновании этих событий они некоторым образом обретают реальное присутствие в настоящем времени. Так, например, заповедь «Помнить нищих» не означает, что мы просто периодически должны вспоминать об их существовании. «Помнить нищих» значит реально о них заботиться. Когда мы говорим, что творим это воспоминание, это не означает, что это просто какие-то символы. Воспоминание о жертве Христовой это не просто освежить в памяти события прошлого. Это именно приобщиться к этой жертве. Таким образом, Евхаристия есть жертва. Потому что она вновь представляет, делает присутствующей жертву Креста, является ее воспоминанием и приносит ее плоды. Аномнезис и установительные слова образуют собой неразрывное целое. Но и кроме установительных слов Креста, аномнезис включает в себя воспоминания обо всех этапах истории спасения, начиная от сотворения мира и заканчивая крестной смертью и воскресением Христа. Подчеркиваем, в это время все присутствующие на Мессе оказываются вне времени и пространства. Оказываются там, где Христос, как Агнец Божий, заклан прежде создания мира. Во времени это совершилось на Голгофе в 33 году 1 века. И мы все одновременно оказываемся все на той же Голгофе. Обратите также внимание, что во время евхаристической молитвы епископ снимает Пелеолус, вот эту фиолетовую шапочку, символизирующую его епископскую власть. Теперь уже за алтарем стоит не только и не столько он, епископ, имеющий имя, сколько Христос. И через него, через епископа, Христос действует во всех верующих. Поэтому, когда после Евхаристии верующие целуют руку священнику, он целует руку Христа, дающего ему свое тело и кровь, как жертву за грехи и воспасения. Итак, Целебрант берет хвостю хлеб и возносит перед Господом. Он, добровольно предавая себя на страдания, взял хлеб, и тебе, вознося благодарение, преломил и подал его ученикам своим, говоря, примите и вкусите от него все, ибо это и есть тело мое, которое за вас будет предано. После тайноустановительных слов освященный хлеб кладет обратно на Патену, преклоняет колени. В это время трижды звонит колокол, привлекая внимание верующих к тому, что хлеб остался хлебом только по виду и по вкусу. Теперь это сущностно тело Христова. При этом присуществляется не только хостя, которую священник держал в руках, но и все маленькие хлебцы-коммуниканты, которые находятся на корпорале в Цибории. Целебрант преклоняет колени пред Господом, реально присутствующим во святых дарах. Затем возносит чашу с вином. Подобным образом после вечери, взяв чашу и вновь возносит тебе благодарение, он подал ее ученикам своим, говоря, «Примите и пейте из нее все, ибо это и есть чаша крови моей, нового и вечного завета, которая из-за вас и за многих прольется во отпущение грехов. Это совершайте память обо мне». После установительных слов чаша ставится на корпорал, и теперь в чаше вино только по акциденции, то есть только по нашим ощущениям, а по сущности это истинная кровь Христова. Целебрант снова преклоняет колени перед Господом, снова звучит колокол, особо акцентируя внимание верных, что сейчас происходит присуществление. После этого Целебрант прославляет Бога за тело Христово, принесенное в жертву, и кровь, пролитую на кресте за нас, и за то, что мы теперь приобщаемся к той единократно принесенной голдовской жертве. «Велика тайна веры! Смерть Твою возвещаем, Господи, и воскресение Твое исповедуем, ожидая пришествия Твоего. Итак, вспоминая смерть и воскресение Его, Тебе, Господи, приносим хлеб жизни и чашу спасения, и благодарим Тебя, ибо Ты удостоил нас стоять пред Тобою и служить Тебе. Смиренно молим, чтобы, причащаясь телу и крови Христа, мы были собраны Святым Духом воедино». Эта молитва включает в себя интерцессию, то есть кадатайство о Церкви, о властях, о живых и усопших. «Омни, Господи, о Церкви Твоей, поскорбенной по всей земле, сделай ее совершенной любви, вместе с Павлиархом нашим Апусом, и для молитвов Папов, и всех, кто готовил. Помни также братьев и сестер наших, усопших в надежде воскресения, и всех почивших в Твоем милосердии, и прими их в свет лица Твоего». «Всех нас помилуй, достой нас участия в вечной жизни, в искусстве Святой Богородицы, Девы Марии, святыми апостолами и всеми святыми, и от века Тебе он отвижен. Смирно смолять и прославлять Тебя через Сына Твоего, Иисуса Христом». «Через Христа, со Христом и во Христе, Тебе, Богу Отцу Всемогущему, в единстве Духа Святого, всякая честь и слава во веки веков. Аминь». После этого священник и паства молятся молитвой «Отче наш», как и научил вас Христос. «Спасительными заповедями вдохновленные, божественными наставлениями наученные дерзаем цевать. «Отче наш, сущий на небеса, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не веди нас по искушению, но избавь нас от лукавого». «Избавь нас, Господи, от всякого зла, даруй милостивый мир во дни наши, чтобы силой милосердия Твоего мы были всегда свободны от греха и ограждены от всякого смятения, ожидая исполнения блаженного упования и пришествия Спасителя нашего Иисуса Христа. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава вовеки. Аминь». После этой молитвы следует молитва о единстве Церкви. «Господи Иисусе Христе, Ты сказал апостолам Своим, мир оставляю вам, мир мой даю вам, не взирай на наши грехи, но на веру Церкви Твоей, и по воле Твоей благоволи умирить и объединить ее. Ты живущий и царствующий во веки веков. Аминь». И начинается приветствие мира, риту спацис. «Мир Господа нашего да будет всегда с вами». «И за Духом Твоим». «Приветствуйте друг друга миром и любовью». Обряд, во время которого участники свидетельствуют теми или иными знаками о присутствии между ними мира Христова. «Приветствие мира» это тоже один из древнейших элементов совершения Евхаристии с апостольских времен, потому что апостолы заповедали приветствовать друг друга целованием святым. И Христос говорил о том, что надо примириться с братом, прежде чем принести свой дар к жертвеннику. И вот здесь стремились зримо выразить мир между собой. Ну и это время, это время последний шанс примириться с братом своим, прежде чем вместе с ним приступить к святой трапе. Раньше приветствие мира совершалось через целование, но чаще всего через соприкосновение еще троекратное. В нашей культуре наиболее распространенной формой является рукопожатие, что не исключает поцелуев между близкими людьми, например, между мужем и женой или детьми и родителями. В маленьких общинах вроде нашей каждый приветствует всех. В больших приходах принято обмениваться приветствием только с теми, кто находится в непосредственной близости и священники при этом не покидают пресвятерие, то есть пространство рядом с алтарем. Ну, разумеется, если вам очень надо подойти и попросить прощения, можно это сделать. После приветствия мира священник за алтарем преломляет тело Господня, тщательно следя за тем, чтобы ни одна частица тела не упала на пол и не была даже случайно попрана ногами. Тело и кровь Господа нашего Иисуса Христа, соединенные в этой чаше, это помогут нам, принимающим их, достичь жизни вечной. Небольшую частицу тела Христова священник опускает в кровь Христову, вся церковь начинает петь «Агнец Божий, берущий на себя грехи мира, помилуй нас». В это время священники читают тайную молитву, снова прося Бога очистить их и позволить достойно приобщиться к телу и крови Господним. Священники совершают коленопреклонение, и когда замолкает последняя просьба песнопения, «Агнец Божий, берущий на себя грехи мира, даруй нам мир», священник возносит чашу с кровью и частицу тела Господня и провозглашает. «Агнец Божий, берущий на себя грехи мира, блаженны званны на вечерю Агнца, Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кровь мой, но скажи только слово, не исцелится душа моя». Все молятся, чтобы спаситель исцелил их от греха, при этом каждый должен испытывать свою совесть, потому что сказано в Писании, кто ест и пьет недостойно, ест и пьет осуждение себе, не различая, буквально в переводе с греческого, «тело Господне». То есть, когда тебе безразличен Христос и его жертва, ты не видишь здесь ничего, кроме хлеба и вина, тебе безразлична его церковь, как тело Христов. И вот тогда причастие может нанести даже и вред. Апостол Павел писал Коринфянам, «оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает». И начинается само причастие. Сначала за алтарем причащаются священники, потому что апостолы первыми приняли причастие на тайной вечере со Христом, а только потом понесли причастие другим верующим. Потом настает время причащать мирян. Первыми причащаются дети, родители должны следить, чтобы ребенок был в состоянии полностью съесть маленький кусочек под видом хлеба. Младенцев, не умеющих жевать, которым рано принимать твердую пищу, либо причащают специальной ложечкой, только под видом вина, либо вовсе не причащают до времени взросления. В современной римно-католической церкви детей не причащают совсем до конфирмации, то есть до 12-13 летнего возраста, когда над ними совершается таинство миропомазания. В восточных церквах детей сразу допускают до причастия, так как их миропомазывают сразу после крещения, да и Христос сказал, пустите детей приходить ко мне, не препятствуйте им. А кульминация встречи со Христом это святая Евхаристия. В нашем старокатолическом приходе детей причащают, но родителей просят надлежащим образом разъяснять детям смысл святого причастия. После детей причащаются взрослые верные. Раньше на Западе существовала традиция причащать верных только под видом хлеба. Ну, потому что, согласно древнему учению церкви о конкометанции, присутствие тела сопровождается присутствием крови и души, а присутствие крови присутствием тела и души. В силу уже ипостасного единства присутствие тела и крови сопровождается присутствием полноты божества Христа в каждом из элементов святого причастия. Поэтому, причащаясь тела, человек также причащается и крови, и наоборот. Однако, хотя в исключительных случаях мы причащаем людей под одним видом, в случае болезни, как правило, или когда человек не может причаститься под двумя видами физически, все же правилом для церкви является причастие под обоими видами хлеба и вина. Существует несколько способов причащать верных. Один из них таков, что человек берет частицу тела Господня и отпивает из чаши или обмакивает в чашу или причащается при помощи специальных серебряных трубочек или специальной ложечкой. Но, по пастырским соображениям, более удобным и благочестивым, мы находим иной способ. Он называется обряд причащения под двумя видами через погружение. Перинтенкционим. Когда целебрант погружает край частицы в чашу и показывая частицу причастнику говорит тело и кровь Христовы, причастник отвечает аминь и приняв от священника причастие отходит. Причастник сам решает, как именно он примет святые дары. Некоторые хотят, чтобы священник вложил частицу в раскрытые уста причастника. Ну и конечно детям мы именно вкладываем в уста следя, чтобы они сомкнули рот, перепроживали и проглотили. И родители за этим тоже тут следят. Но некоторые взрослые благоговейно берут частицу рукой за сухой край, который не смочен кровью Христовой и подстраховывают себя другой ладонью, чтобы случайно не уронить святые дары. Святые дары необходимо тут же проглотить и проследить за тем, чтобы ни одна частица не осталась во рту, чтобы случайно ее не выплюнуть. Поэтому в некоторых церквах существует обычай запивать святые дары. Иногда верные просто берут с собой воду и запивают святое причастие. Когда все верные причастились, служители возвращаются за алтарь и совершают пурификацию, то есть очищение священных сосудов. В случае, если хоть малейшая частица освященного хлеба осталась на пальцах священника, особенно после преломления хлеба или причащения верных, священник очищает пальцы над потеной и, если необходимо, омывает их. Также собирает все частицы, которые оказались за пределами потены на корпорале и тоже кладут на потену. Священные сосуды нужно очищать сразу после причащения или сразу по окончании мессы. По возможности или там же на алтаре или на отдельном столике. В потену наливается вода, эта вода сливается в чашу, в циборий наливается вода, эта вода тоже сливается в чашу, и вода наливается в чашу практически до краев, чтобы мельчайшие частицы тела Христова растворились тут же в воде. После этого вода выбивается и специальным платком, который называется пурификатор, тщательно очищается потена, циборий и чаша, чтобы ни одной частицы тела или крови Христовой не осталось в священных сосудах. Если хостя или какая-то частица освященного хлеба падает на пол, то ее следует с благоговением подобрать и съесть. Ну, если она сильно загрязнена, то ее кладут в специальный сосуд с водой, за 2-3 дня она там растворяется полностью, и тогда воду, содержащую в себе растворенную святую частицу, надлежит слить в сакрарий, то есть в непопираемое место. В храме есть всегда сакрарий или близ него. Это место для захоронения частиц и остатков священных предметов и веществ. Если проливается немного крови Господней, требуется омыть это место водой, где она пролита, эту воду также сливают в сакрарий. Совершив пурификацию, священник молится молитвой после причащения. Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости пред лицом Твоим Господи. Господи, умножь в нас действия Твоей силы, чтобы, насыщенные небесными таинствами, мы готовились к принятию обещанных благ через Христа Господа нашего. Аминь. Садитесь. Эта молитва также относится к проприям, то есть каждый день она разная. Но в общем в ней священник благодарит Бога за крестную жертву Христа и снова просит, чтобы это таинство принесло каждому члену церкви духовную пользу и не было в осуждении. Ну что же, мы побывали на небе и на земле, на Голгофе и в вечности. Господь учил нас своим словом, исцелял нас своей благодатью, обильно угощал нас за своей трапезой. Семейный ужин подходит к концу. В это время делаются приходские объявления, братья и сестры делятся свидетельствами о том, как Господь действует в их повседневной жизни, какие совершает чудеса, какие преподает уроки. Как писал апостол Павел 1 Коринфянам 14-26, и так, что же, братья, когда вы сходитесь и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все сие да будет к назиданию. Для всего этого есть время в этой части мессы. Любой мирянин может что-то спеть, что-то рассказать, какую-то поучительную историю. Обычно мы просим это делать кратко. Ну, а после этого епископ, как духовный отец, разрешает детям заняться своими делами, благословляя их, как когда-то Христос напутствовал грешников, идти и впредь не греши. Торжественное благословение епископа меняется в зависимости от времени литургического года и содержит не только призыв держаться от греха подальше, но и благословение Божие призывает на жизнь людей, которые пойдут заниматься своими обычными повседневными делами. Но даже в своей повседневности они должны не утрачивать чувство сакральности. И в своей работе, и в своей профессии должны славить Бога и нести Евангелие Иисуса Христа в этот мир. Именно в знак этого торжественная процессия снова выстраивается перед алтарем. Снова воздается почтение Господу поклоном и Целебрант совершает отпуск традиционными словами. А потом крест Евангелие свечи торжественно выносят из храма не потому что Бог покидает храм, а потому что теперь весть о кресте свет Евангелия вместе с нами отправиться в мир чтобы благовествовать людям. Месса заканчивается но после этого у нас обычно есть трапеза агапы где мы общаемся уже так вот свободно друг с другом потом потихоньку каждый расходится по своим делам. Дорогие братья и сестры у вас наверняка остались вопросы. Лучше всего конечно побеседовать лично поэтому я всегда буду рад видеть вас на нашей мессе ну или пишите мне по адресу bishop собака stcross.ru его высокопреосвященству митрополиту Павлу это я. Ответы я даю в прямом эфире по понедельникам на этом ютуб канале подписывайтесь на него можете лайком или дизлайком выразить свое одобрение или возмущение соответственно ну а кто не успеет послушать ответ в прямом эфире услышит это в записи каждый понедельник здесь запись этой трансляции остается ну и также можно это все услышать в подкастах адреса подкастов в описании ну и вообще вся важная информация в описании поэтому не стесняйтесь внимательно его прочитать благодарю вас за внимание надеюсь что это видео было для вас полезным Господь с вами да благословит вас всемогущий Бог Отец Сын и Дух Святой идите в мире пока пока субтитры